В Балагом для местной ЦРБ закупят новое оборудование и мебель, а в пострадавшей после урагана Балаговской школе номер 57 планируется провести модернизацию. Эти решения прозвучали во время рабочего визита в Балаговский район губернатора Тверской области Игоря Рудыня. Подробности у нашего корреспондента Натальи Чекет. Рабочая поездка началась с возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в Балагом. Игорь Рудыня вместе с ветеранами и представителями общественных организаций почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Недавно во власти стихии оказались северные и северо-восточные районы нашей области. Так в Балагом из-за урагана рядом со школой номер 57 повалило дерево, которое повредило кровлю над спортивным залом. Сейчас там выполнены все работы по восстановлению и устранению повреждений крыши. Самообразовательное учреждение еще до революционной войны. Постройки 1908 года. В нем обучается 118 человек. Во время посещения учебных классов и спортивного зала школы губернатор отметил, что необходимо создать более комфортные условия для занятий ребят. Нами принято решение о комплексе модернизации этого здания. Будем сейчас смотреть документацию, которая у нас есть по типовым зданиям школ, которые могли бы быть использованы для данного проекта. И примем решение, либо это будет построено дополнительный спортивный зал и класс для этой школы расширено, либо все-таки, к чему мы больше склоняемся, просто чтобы сейчас спокойно все извести и проанализировать, мы будем использовать механизм реновации. Еще один пункт рабочей поездки – встреча с общественностью. Основным вопросом, с которым обратились граждане, стала просьба о необходимости ремонта ЦРБ. Больница является многопрофильным медицинским учреждением. После осмотра больницы губернатор дал ряд поручений, по которым планируется закупить новую мебель для палат и рентгенологического отделений. Однако за один раз все проблемы не решить. Сейчас в регионе разработана трехлетняя программа по ремонту объектов здравоохранения. На первом месте учреждение первичного звена. Мы сегодня прекрасно понимаем задачу по необходимости приведения не просто в нормативное состояние, но и в достойное состояние первичного звена здравоохранения. В противном случае ни о каких молодых специалистах речить и не может. Ни о каких врачах, ни о какой комплектности. Потому что все специалисты, которых привлекают на работу, хотели бы работать в нормальных, достойных условиях. Также на встрече обсуждался вопрос ремонта дорог, охраны лесов от незаконной рубки. Напомним, что в этот же день в Вышнем Волочке состоялось совещание по поводу размытия дорог в нескольких районах Тверской области. Сейчас полностью завершены работы на разрушенном участке автодороги Толмачи-Ломовое в Лихославльском районе.